Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Адвокат Кировской областной коллегии адвокатов Александр Игнатов. Экономика. Юридическое лицо осуществляет деятельность в области стоматологии. Обратилось за получением такой субсидии в ФНС России по городу Киров. Ему было отказано на том основании, что в ЕГРЮ сведения о нем, об основном виде экономической деятельности, не соответствовали тем видам, которые указаны в постановлении правительства. В ЕГРЮ записана просто медицинская деятельность, деятельность медицинских организаций. А в постановлении правительства указано, что субсидии могут получить только, допустим, стоматологии. В ФНС РФ по сути отказ. Хотя де-факто это является стоматологией. У нее есть вывеска, так скажем, 95% своей выручки они получают в результате стоматологической деятельности. У них работают стоматологи, медсестры. Что я хочу сказать, что наша программа на получение субсидий сделана несколько топорно. Часто ли вы обращаете внимание на свой основной АКВЭД? Ну, вроде бы как бы соответствует примерно отрасли, да вроде как бы и ладно. Налоговый орган также подошел к этому вопросу формально. То есть провел формальную проверку, хотя вы знаете, да, вот если где-то какие-то камеральные проверки идут, налоговый орган выезжает на место, там допрашивает сотрудников, осматривает помещение. Это касается, когда деньги в бюджет, да. А когда деньги из бюджета надо выплатить, ну мы посмотрели формально, как бы вот так. На моей практике есть только одно дело, похоже, оно находится в арбитражном суде города Москвы. В первой инстанции суд удовлетворил заявление лица, там также не было совпадения по АКВЭДам. В апелляции отказались, сейчас касационное обжалование идет, пока результата нет. Будем надеяться на положительные какие-то моменты от касационной инстанции, либо от Верховного суда. Ну а наше дело вот со стоматологией сейчас ждет рассмотрения. Речь идет ни в коем случае не о десятках миллионов рублей. Сумма обычная, вот стоматология небольшая. Была подана жалоба в управление налоговой службы по Кировской области. Жалоба им была внимательно рассмотрена. И вот результатом этого внимательного, тщательного рассмотрения также не явился какой-то выход на место или диалог с руководством стоматологической клиники. Напротив, получили почтный отказ. Ну недопустим формализм в отношениях. Все-таки все отношения должны быть построены на фактических каких-то вещах. Понимаете, за всеми этими акведами стоят живые люди. Субсидия адресная, она на выплату заработной платы в том случае, если мы не сокращаем штат и не сокращаем персонал. В том случае, который рассматривается сейчас в суде, в отношении этой стоматологической клиники, мы не будем называть название, но штат не был сокращен ни на одного человека. Напротив, этим людям выплачивалась зарплата, регулярная заработная плата, при снижении потока пациентов. Первое заседание по делу состоится в апреле. Программа «Эхономика» 101ФМ.